привет друзья сегодня мы с вами приготовим мясо по-французски очень много различных вариантов у нас на сегодняшний день в интернете я хочу предложить свою версию давайте разберемся французское же это блюдо или же все-таки изобретение русской на сегодняшний день существует такое понятие как gratan gratan это вот такая вот форма и также это принцип приготовления запеканок ведь наше мясо по-французски это ведь тоже запеканка многослойная запеканка все запеканки gratan заканчиваются хрустящей корочка из сыра правильно получается что все-таки наше блюдо которое мы с вами готовим мясо по-французски имеет французские корни единственное отличие то что мы с вами сыр сверху покрываем майонезом а майонез французы не используют как горячий соус и они его не используют для того чтобы жарить это все-таки холодный соус французы покрывают сыр сливочными соусами или же соусом бешамель или соусом марне соус марне это производная бешамель плюс сыр и запекают поэтому можно сказать смело что мясо по-французски наша русская версия на 80 процентов француз на 20 процентов русский давайте посмотрим какие же ингредиенты я буду использовать вот смотрите я буду использовать сыр это голландский сыр гауда немножко пармазана лук картошка это сухие лесные грибы невероятный аромат шампиньоны если есть грибы портабелло было бы лучше чили перец аджи вы помните как я вам рассказывал уже из в одном из наших видео что аджи это одна из разновидностей чили она в три раза мягче чем чили не такое острое поэтому если вы будете использовать обычные чили они аджи используйте буквально щепоточку нам нужна сладкая паприка нам нужно орегано нам нужно кориандр ну и так далее вот вы все это видите в среднем пол килограмма свинины почему я использую металлический лист потому что когда мы положим с вами лук картошку мясо зальем все это сыром с майонезом у нас с вами должно хорошо все это дело пропечься будет много испаряться влаги влага будет уходить из картошки и из лука соответственно когда мы закончим готовить у нас получится плотная красивая запеканочка очень мягкая нежная и вкусная в отличие от стекла если вы делаете это все в стекле у вас получится больше скажем так как бы тушеная запеканка но если вам так нравится пожалуйста делайте будет очень много жира много влаги которая не из успеет испариться опять же вы можете лишний жир который будет от майонеза слить например если вы любите по суше и так давайте начнем сейчас я грею бог для того чтобы приготовить наши грибы я включил духовку на 170 градусов она сейчас у нас греется немножко оливкового масла бросаем тимьян этого достаточно зубчик чеснока кстати тимьян любит когда его жарят на сковородке он дает прекрасный вкус выразительный аромат бросаем грибочки прям целый потом вы увидите что я с ними буду делать заливаем их сухим вином солим перчим закрываем крышкой и пусть они жарятся пустомят что мы делаем с нашими сухими грибами сухие грибы мы заливаем крутым кипятком мы заливаем их кипятком специально чтобы грибы стали наши мягче и весь песок который находится в грибах он же они уже нас все-таки лесные вышел в воду и не хрустел на зубах оставляем буквально на 10-15 минут мы их потом добавим в наши грибы сюда я насыплю наши специи креманицы для того чтобы было удобно ими пользоваться и так сладкая паприка орегано тимьян орегано базилик повсеместно используется в франции это свежий кориандр ну как он сухой кориандр в зернах мы его с вами помолим ступки обалденный аромат кстати мы весь кориандр использовать не будем совсем немножко вы увидите сколько я буду использовать в процессе готовки итак давайте начнем резать лук вот наше блюдо будем потихоньку его загружать режем достаточно тоненькими полукольцами в среднем получается у нас где-то миллиметра 2 это что-то кстати вот таким образом вы можете поджарить грибы себе на допустим на какую-то вечеринку вот еще немножко их ужарим вино перчик соль тимьян чеснок и у нас с вами получается прекрасная вещь я использую две больших луковицы ложим в лук вот так вот мять его не нужно многие могут лук но я его не не мну потому что у него появляется привкус такой знаете какой-то одеколона поэтому лучше разложить его просто ним и не нужно его мять эту часть оставим итак я вытащил грибочки принципе эта влага нам больше не нужна но если вы ее профильтруете вы можете использовать ее например для супа или для какого-либо соуса грибы немножко порежем так и добавляем сюда еще жарим буквально ну 5 минут и этого достаточно грибы наши готовы давайте их уберем с огня положим вот так вот на плоскую тарелку чтобы они остыли как только они остынут мы с вами тоненько порежем и положим в нашу запеканку ну что в следующий этап картошка режем ее тоненькая где-то вот такие вот кусочки видите так чтобы осталась какая-то структура у картошки но в то же время она была тоненькая и хорошо и быстро пропеклась ну что я буду загружать немножко солим много не солите потому что если ваш майонез соленый так чтобы мы не пересолили наше блюдо чуть-чуть черного перца чуть-чуть кориандра чуть-чуть орегано сладкая паприка чуть-чуть чили ложим лавровый лист буквально немножко так чтобы он дал тот самый правильный вкус ложим картофель видите я оставил края для сока и для того чтобы наша влага испарялась делаем то же самое немножко солим чуть-чуть еще черный перчик чуть-чуть чили всего понемножку всего понемножку мне нужно немножко чеснока наши грибы пошли вот нарезаем вот таким вот образом вы же понимаете для чего я их поджарил во-первых для того чтобы они приобрели вкус и аромат и второе для того чтобы они немножко ужарились и уварились нам не нужна лишняя влага нам не нужно сделать из нашего запеканки суп пропорции картошки мясо грибов я дам внизу в описании чеснок и грибы я соединяю вместе не солить не перчить не нужно потому что мы с вами уже все это сделали когда жарили добавляем сюда только орегано щепотку орегано и больше ничего вот такая масса у нас с вами получилось ложим ее на картошечку замечательно пришло время заняться нашим мясом у меня пол килограмма свинины это плечо я намеренно взял не жирное мясо для того чтобы соблюсти баланс жирности потому что наш майонез жирный с их жирный для того чтобы наше блюдо не было слишком тяжелым все-таки лучше взять мясо постное давайте его освободим от жилок так чтобы они нам не мешали мясо также нарезаем попротив волокон поперек волокон тоненько давайте положим мясо у нас с вами получается порция в среднем на 5-6 человек вот так вот немножко придавили оставляем место для жира и сока черный перец соль немножко кориандра немножко орегано паприка и немножко аджи или чили повторюсь будьте аккуратны с чили если вы любите поострее конечно вы можете тогда не жалеть себя но в общем-то чили перец он достаточно острый и вы можете просто испортить блюдо блюдо у нас практически готово мясо я положил теперь положим оставшийся лук лук не мните иначе он будет пахнуть духами лук только солим чуть-чуть чуть-чуть сейчас натрем сыр у меня здесь 300 грамм сыра гауда вполне возможно что понадобится меньше мы сейчас с вами посмотрим я на этой форме на такой маленькой готовлю первый раз в ресторане у нас было на в раза в четыре больше думаю достаточно значит нам понадобится не 300 грамм сыра 200 грамм будет достаточно 200 грамм вот кусочек остался и пармезан грамм 30-50 отлично этого достаточно сыр наш готов смешали гауда и пармезан для того чтобы была красивая форма слегка придавливаем следующий момент наш домашний майонез настоящие французы майонез не используют для запеканок это конечно уже наше изобретение российское они используют майонез только как холодный соус конечно бы французы сейчас покрыли бы соусом бешамель но мы сделаем по-своему потому что нам так нравится я буду ложить ложками для того чтобы вы увидели сколько требуется майонеза на эту порцию 1 2 3 4 5 6 7 8 я взял силиконовую лопатку слегка ее мочу в воде для того чтобы размазать многие смешивают сыр и майонез вместе но вы знаете лучше если все-таки вы попытаетесь майонез положить на сыр корочка получится более хрустящая сыр не начнет сразу жарится ну вот так вот вот так вот это должно все выглядеть теперь ставим духовку на 170 градусов где-то минут на 40 следите смотрите чтобы ваша корочка не начала поджариваться быстрее чем приготовиться все основные ингредиенты так чтобы не подгорело а пока наша запеканка мясо по-французски стоит в духовке мы с вами приготовим специальные салатики делаем салатик из редьки и так мы редьку с вами натерли давайте ее приправим зубчик чеснока соль немножко черного перца немножко зеленого табаско для остроты добавляем сюда уксус бальзамический и совсем немножко оливкового масла буквально чайную ложечку этот салат получается у нас не жирный пикантный и очень хорошо будет освежать когда вы будете кушать свое мясо по-французски потому что так или иначе она все равно получается жирная так давайте попробуем что у нас получилось супер вот такой вот салатик попробуйте сделать его один раз и сами уже будете смотреть чего больше вам нравится добавить больше чесночка или маслица или добавить больше табаско или же уксуса или наоборот это убрать много масла сюда добавлять не нужно теперь мы его оставим и пусть он постоит как раз до готовности нашего мяса под майонезом по такому же принципу мы сделаем салатик из буряка когда варите буряк смотрите чтобы вы его не разварили он должен быть упругим ну скажем так доведенный до готовности как он мы говорим лапша аль денте то же самое должно быть из буряком чтобы можно было его натереть чтобы он не разваливался в руках вообще старайтесь овощи не переваривать свекла наша готова по такому же принципу зубчики чеснока немножко допустим чайная ложечка сахара немножко бальзамического уксуса оливковое масло можете добавить чуть-чуть чили совсем немножко соль очень вкусно очень вкусно попробуйте сделать напишите мне свои комментарии понравился они или нет ставим отдохнуть пусть настоится прошел час час и пять минут давайте посмотрим что у нас получилось перед подачей хорошо чтобы она немножечко постояла ваша запеканка ваше мясо по-французски напиталась соками сейчас картошка овощи будут обратно забирать этот жир и все соки ну вот смотрите-ка по поводу салатика вот к этому блюду очень хорошо подавать салат о которых мы с вами говорили кстати маслины и оливки великолепно идут будет хорошо сухое вино ну или допустим и сделайте лимонад настоящий лимонад лимон с водой и немножко сахара что-то такое знаете кисленькое для того чтобы балансировать жир ну давайте посмотрим что на сами получилось вот у нас с вами получается порция перед тем как сервировать в горячую духовку положите тарелки так чтобы они были горячими и вот на горячие тарелки вы положите свое блюдо и подойдите гостям так чтобы на холодных тарелках жир никак бы не застывал во всех ресторанах которых повара себя уважают всегда горячее подают только на горячее холодное только на холодное давайте продегустируем это корочка самое вкусное самое вкусное это что-то изумительный вкус я вообще обожаю мясо под майонезом посмотрите можем и кстати я его полюбил еще 35 лет тому назад когда познакомился со своей будущей женой на то время и она не накормила этим блюдом и с тех пор я конечно его фан люблю и каждый раз прошу чтобы нам не его дело хотя я самого готовила регулярно в ресторане но мне кажется что моя жена готовит намного вкуснее чем я вот то что я вам говорил жирность и плотность этого блюда компенсируется легкостью салатика изумительно сейчас я вам покажу как я сервировала по в ресторане вот моя тарелка только что из духовки она очень горячая можем ее посередине и поливаем соусом это соус наш чесночный крем который мы готовили вот буквально вчера я добавляю туда горчицу дижонскую видите она с семечками цельнозерновая мешаем деликолепно получается я положил 3 чайных ложки горчицы вы спросите а зачем соус ну все очень просто мы сделали наш гротан во французском стиле сохраняя слегка скажем так на хау наша русская добавляя майонез вы и возможно вы знаете что знаменитый французский гротин с картошкой готовится именно на чесночном сливочном креме вот поэтому я его добавлю вот так вот буквально немножко ну наше мясо по-французски готовы посмотрите как она смотрится на срезе видно мясо грибы вы себе представить и не может какой аромат боже мой это просто очень очень вкусно и мы обычно его подавали вот с такими двумя креманецами салатика вот так маслины и оливки наши посетители заказывали на свое усмотрение ну вот так вот друзья мясо по французскими с вами только приготовили если вам понравилось видео ставьте лайк жду вас на следующей неделе до свидания пока а